Ивану, как вы говорилось? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас понедельник, 25-е. За вчерашний день, воскресенье, у нас был день общины, 25 лет нашей крестовозвижности, общины в городе Варнаул. Давай, Никитушка. Номер 44. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 24.01.2016. Задавайте вопросы, пока есть возможность. Кругом измена трусость и обман. Как эпиграф вот к этому нашему ролику. Это известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Это вот как печать поставить, как будто бы клеймо так и осталось. На всех. От правителей до патриарха. Везде измена трусость и обман. Все покрыто именно этим. И он это увидел. Ни один правитель сказать. Почему? Почему не сказал это господин Ульянов или Джугашвили? Почему? Везде и все. Один раз я прочитал про лицемерие. Говорят там эти раввины. Если в мире существует 10 частей, все в мире собрать и поделить на 10 частей лицемерия, то 9 частей находятся в Иерусалиме. А я могу сказать, 9 частей измены, трусости, обмана находятся в патриархии. В России. Везде все покрыто этим. Почему? Всех этих изменников, трусов и обманщиков причащают. Чаще исповедуются, чаще причащаются. Это как чума сегодня такая. Приходят наши, решили сходить, Александр Невский. Храм, там занятия сказали идут. Я говорю, о, занятия с людьми. Чудесно, идите. Пришли. Ничего и нет. Как всегда, трусость и обман. Кого они испугались? Ну, одна подошла, у меня сын запился там, и теперь наркоманят, еще нету. А батюшка где-то скрылся. Ну, а выставил, которая, библиотеки у них там. Ну, она говорит, она, видно, говорит, благословленная знает, что. Ну, так он пускай придет, исповедуется, причастится. Да он в церковь не ходит, а вы поговорите, чтобы он пришел. Исповедуется, причастится, и от наркомании может избавиться. То есть, демона закрепить в нем. Почему демоны прищищают людей, не священники, демоны? Это написано в житие Макария Александрийского, не Макария Египетского. 17 января. Житие его, почитайте. Ему глаза открыли. Священники все, прищищаются чаще. И по всему храму черти бегают и в рот толкают уголь. И молчат об этом священники. Что они делают? Какую чертовщину завели? А вот ты говоришь с гневом. Да тут плакать надо. Об стенку, говорится, головой. И особенно, когда какой-то как-то прилепляется, все-таки проповеди какой-то. Они на улицах начинают что-то говорить. Вроде бы к миссионерскому отделу. Это стопроцентное объяснование. Какое ты отношение имеешь к этому? Ты еще проповедуешь, что демонизм. И вдвое худшим себя делает сынами Гиена. Но смотрите, царионов, НТО. Что и как-то связано каким-то боком ближе к Данилу Сысоеву. Как это может быть? Пока не пойму. Но, видимо, в нем эта дерзость была. Я его считаю священномущенником. Тут кызыльские прахи. Там кто-то еще вылез. И все одинаково. Заодно и то же. Надо увидеть, где сатана хватает. Мне сегодня один бесноватый это все скинул. Как в него демон вошел. И как его лечит только причастием. И прочитаем каноны, которые намертво запрещают это делать. Ну, я говорю, что у меня есть страничка в контактах, в одноклассниках, в твиттере, там, в фейсбуке. Ну, я не знаю, где так это. Я не делаю другие. И там модератор работает и ко мне перекидывает на наш форум. Вот я покажу. Вопрос, который они его раз на форум ко мне перекинут. Вот он, форум. Посмотрите, как выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. Надо самим сюда приходить. И там зарегистрироваться. И вот здесь вот написано. Новое сообщение. В ней книги уже на первой странице. Вот вопросы идут. Прямо последние книги. В тему вставляйте. Ну, а что нужно искать? Вот здесь вот. Общий поиск. Справа. Не по темам, а общий поиск. Рамочку. Нужное слово загоните только туда. Нашему форуму мало, где ровнее есть. Вот вчера дошли. Ну, у меня немного тут посещаемости. Ну, 500 человек в день. И вот в течение полгода ни одного высказывания нет. 300-500 человек заходят каждый день. Полное молчание. Почему? Застолье открыто. Там нету измышлений блевотина. Нету. Все чисто. И вообще споров нету. Вообще нету. Только бывает, кто-то вставит новый материал, добавочный. Вот это я хотел. Такой форум и получился. Дайте мне знать, где есть такой форум. Чтобы было полторы тысячи. 1580 тем. Чтобы там видео, фильмы были высказаны. Вот я показываю, как приходится отвечать. Это бывает иногда несколько страниц. Один ответ идет. Один ответ даю. Ответы всегда даю, понимая, что люди пришли не ко мне. Они пришли к Богу. И они хотят услышать голос Божий через меня. Поэтому у меня на первом месте стоит Святая Библия. Дальше. Я говорю, учитывая все, говорю, что об этом говорят комоны. Книга правил. Это 7 вселенских, 9 поместных, святые отцы. Что говорят святые отцы? Это 300 томов палеантов. Их надо маленечко знать. И что об этом говорят жития святых? Это немножко нужно знать. Жития святых, 12 томов Дмитрия Ростовского. Я покажу, где у меня начитаны они. И сверены. И выбран первый век из всех томов, из всех дней. Потом второй. Полная история церкви. И еще есть второй, третий том. Настольная книга священнослужителя. По благословению патриарха Пимена вышли. Хороший материал. Я все это сверку провел. Еще 147 новых канонизаций. Не считая, которые сейчас были. И они все насчитаны. 1173 жития. Вы понимаете, что это такое? Заходите на наш форум, на наш сайт. Показываю еще раз, где наш сайт. Вот он. Смотрите. Это наш сайт. Ну, православный библейский сайт. Какие эпиграфы? Считай первый. Псалом 118, 113. В вымысле человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Нужно учиться ненависти. Тогда голос у вас будет другой. Не шепотной, не монашеский. Ненавижу. Как говорится слово ненавижу? Ненавижу, терпеть не могу. А то отец дочь воспитывает. Шляешься, где попало. Шкура барабанная. Убить не грех. Вот как будет говорить. Дальше. Второе. Псалом 118, 105 стих. Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Как нужно говорить? Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. И здесь тоже вымысле ненавижу. А закон твой люблю. В одном. Ненависть и огонь и вода. Вот все. Любить, любить, любить. Придите ко мне. Ложь. Потому что обрезанная ложь. Не убавляй написано. Бог отнимет участие в книге жизни. Так это к откровению относится. Нет. Считайте второзаконие, четвертая глава. Тридцатая глава, пятый, шестой стих. Придче Соломона. Это еще до откровения. Ой, как далеко. И уже не прибавляй к словам его. Не прибавляй. Бросьте вы эти предания, традиции. Господь говорит об этом. Не прибавляй. Чтобы я не облечил тебя, ты не оказался лжецом. И поэтому, когда проповедуют, наворачивают, интервью дают какие-то священники-лжецы в рясах. Мюнхаузена в рясах. Ты сверься со Словом Божьим-то. Я провел рекогансировку этих вопросов и ответов. Разбирал Кирилла Гудяева, митрополита, патриарха Алексея II. Их вопросы и ответы. И дальше во свете Библии рассматриваю. Адриана, митрополита Старообрященского. Козлова Максима там в МГУ он преподает. Вот Юрасова. У всех одинаково. Примерно попадает в очко 6%. Не 6. Из 60 вопросов 6. 10%. Все остальное неправильное ответы дают народ. Куда народ ведут? И это все, все это здесь есть. Вот в этом, вот смотрите. Вопросы и ответы. Я отвечаю. 55 папок. И вот здесь такой разбор выступлений. Это 41-е. Почитайте, тут все сказано. Полностью как вопрос задают патриарху. И как он отвечает. И дальше я говорю, как надо было отвечать. Ну и вот мы дальше продолжаем. Это маленькая вставочка была. Ну и просто объявление тем, чтобы наши ролики кто-то смотрел, кто смотрит. И разобрали поминутно, где они находятся. Указать на какой минуте, о чем говорится. Мне это не сделать, то тут некоторые уже помогают. Дальше читаем. Николай Негоголь. Хорошая рубрика. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Вносит разнообразие в работу канала. И формат устного чтения выбран удачно. А кому не нравится, слушать тех не надо. Всем не угодишь. Люди стали отвыкать от письменной речи. Если так дальше пойдет дело, то обленяться и Библию читать. Слушать привыкли ушами. А читать текст и писать свои вопросы уже напрягать надо мозги. Но это уже активное и творческое усвоение материала. Игнатий Тихонович, продолжайте в том же духе. Бартуш Заглоба. Заглоба. Ну что это? Фамилия? Ну имя не пойму кто. Не знаю. Ну поставьте свои фамилии. Ну зачем это все делать? Это ложь. Это лжецы заходят. Так он хороший говорит. Лжецы. Вы сами себя обманываете людей. Ставь только свою фотографию. Прямо смотри. Без темных очков. Нет где-то там за деревом и не видать ничего. Вот я говорю, я их выкидываю из друзей просто. В моем мире. Больше тысячи человек выкинул. Первое. Знаете ли, что многие католики на местах говорят на языках под видом католического харизматического возрождения? Да, знаю. И этим занимался Иоанн Павел II. Что зафиксировано в фильме об этом. Дайте характеристику. Какую характеристику? Кому давать? Папе давать? Ну а кто я такой? Я скажу, что это обман. Харизматия это беснование. Папа, значит, беснующийся. Как поговорка говорит. За хвост да в яму. Что вы боитесь-то их? Я не пойму. Ну вы скажу прямую. Вот молодуши стоит. Боятся сказать священнику. Боятся епископу. А вы знаете, что за эти? Во-первых, он гибнет. И ты читайте. Из Ихиле 3.18. Ты не сказал, кропь его, я взыщусь с тебя. Да я не могу, Иеремия. Я не могу. Я молод. Бог говорит. Говори не молодуши, чтобы я не погубил тебя. Вот и все. Не будешь говорить, ты погибший уже. С тебя Бог будет взыщен. А ты помолись сначала. Не просто я смело и буду резать, как эти так называемые миссионеры сегодня. Какие это миссионеры? Миссионеры это знание. Знание обстановки всего канонов. Это выдержка. Кто заходит, мне не раз говорят. Вот смотрите, под вашими роликами отзывы такие. Почему вы никогда не отвечаете? Отвечаю, зачем? В этом ролике, в этом материале я высказал все. Дальше ты бери его и смотри. Зачем отвечать-то? Не надо, вот как в нашем форуме-то. Я дал материал полный в конечной инстанции. Дальше идти некуда. Повторяю. Что в это вкладывается? Святая Библия, 77 книг. Толкование святых отцов. Каноны, жития святых. Дальше ничего больше нет. Дальше только трепотня одна начинается. Бери и считай. Не отвечаю. Отвечаю в крайнем случае только как с вами связаться там нужно или приехать. Ну тут уж деваться некуда. Вот у меня есть телефон, он подарен, а не мой. У меня ничего нет. Вся аппаратура, так кто-то мне купил. Лампы, увлечительное стекло, наушники. Все не мое. У меня нет ничего. Людям даже трудно поверить. Я живу в полном достатке. Мы нищие, Павел говорит, но всех обогащаем. И вот этот телефон у меня. А кому звоните? Никому не звоню. В крайнем случае застряла машина. Один раз в год может быть. Не звоню. Вот состанар телефон. Не звоню. Зачем? А вот я вам дам телефон, вот у меня вчера один из Германии. А зачем? Если не надо, кто позвонит. Ну вы что, так самое достаточное? Вполне. Вполне. То есть я людям отдал. Фактически вот это и звонок. Я отдаю себя. Нет нужды по телефону говорить. Тем более по телефону, по мобильному. Можешь говорить не более двух минут и не более пяти раз в сутки. Это максимально. Мозги спекаются. Рак мозга. Поколение через два только откроется. Какой вред наносят в это. Это будут рождаться уроды. Это уже все доказано. Между двух телефонов в яйцо кладут и он спекается. Я попутно все говорю. Второй вопрос. Второй. Так кто же прав в конфликте иерусалимской и антиохийской патриархии? Вот куда меня толкают. Кто прав? Тот прав, кто по слову Божьему поступает. Это я должен теперь конфликт весь разбирать. Я посмотрел. Ни одного слова нет. Кто прав? А вакуум или никон? Фильм «Раскол». Я разговариваю со старобрядцами. Скажите, ваше участие есть? О, там наши вплоть до митрополита помогали. Ну, поставим правильно фильм «Раскол». Правильно. Ну и заметьте, ни никон, ни аввакуум не поставлены по канонам. Оба до 25 лет. А хотя прошел стоглавый собор, за который старобрядцы держатся, только в одном стоглавом соборе два или три канона, говорится, до 30 лет не ставить. Они должны быть извержены. Об этом написано в 6-й Вселенский собор, 14-15-е правило. Все попрали. И вот они долбятся, как царь Аса и царь Вааса израильский-то. Всю жизнь прохлестались и ничего нигде нету. Нету? Лезли, воевали, суворов, какие-то Альпы. Сколько народа он погубил? А то попутно все сказать. Бог разберется. А если уже точно хотите знать, ни прав, ни тот, ни другой. Шариков говорит. Отнять все, да и поделить поровну. Чем харизмат отличается от пятидесятников? Ну, я пятидесятников хорошо знаю. Там я получил Библию. В общем, те и другие бесноватые. Это языки, это не от Бога. Не от Бога. Я много среди них был, проповедовал, жил с ними. Очень много знаю о них. По-разному выступал. Там вплоть до Киева и по столичным городам Советского Союза. И везде одинаково. Беснование. Только у этих более буйное. Все, что делает, там выходит. Бен и Хин, там говорят. Все от сатаны. Все. Вот этот, мне нравится, Александр Шевченко. Скажи, ты подцепил этого духа? И вот он сейчас говорит, там мечется. Они на месте не могут стоять. Скажите, давайте проповедовать так. В первую очередь, маленькие такие признаки, что вы небеснующиеся. Отпустите бороду, не трожьте ее. Застегнитесь. Снимите галстуки. Застегнитесь полностью. По-мирски не делайте. И стойте за капиталом, не мельтухайтесь. И вы увидите, что не получится. Сатана будет вас гонять. Вы найдете тысячу причин, чтобы расстегнуть себе галстук на весь эти бритами быть. Вот только что говорю. Другое я даже не беру. Ни поста, ни молитвы. Тут запредельно далеко для них. Они это не знают. Это порченые до основания люди. Четвертое. Не является ли передача общин и целых епархий Киевской митрополии от Киевской патриархата в Московскую патриархию против воли тем самым случаем за 2000 лет, который вы не можете найти? Ну, у нас сильно передают. Передачи общин, епархий. Никаких епархий нигде не устанавливается от Бога, чтобы это было твердой епархий. Нужно передавать. И будет так. Нет этого. Поставлено это дом, большой дом. И надо всем работать. Епархия, значит, каждый дом должен с Евангелием быть, беседовать. Все до одного. Если этого нет, тогда уберите эти границы. Я это все называю, как вот собака бежит, ногу подняла, помощилась. Другому дать знать. И вот это вот епархии. Так они помещены. С собачьей мочой. Ничем больше. Ну, если твоя епархия, ну, из епархии вы не глядете вокруг дома, которые ты был там, ты знаешь, что это твои, это твое поле, заросшее Терновником-то. Ты возьми, епархия, хотя бы один дом многоэтажный и трудитесь над этим домом. Больше не надо. Улицу вам не взять, не потянете. Не получится. Вот мы где идем, ну, тут Алтайский край, и каждый год крестный ход Коробейникова. Ажиотаж, раскрутку дали Коробейниковская икона. Она чудотворная. И вот туда идут и идут, засоряют, кажется, фу, все лесополосы. Ну, мы решили туда поехать. Далековато, 250 километров. На тысячу человек в село шесть ходит только в храм. Шесть. И монахи прокуренные все желтые пальцы, семь человек. Прошли, мы нашли во всей деревне только два Евангелия, два. Вот и все. Это все заснято у нас, показано. И мы раздали это 450 новых заветов только. Так священник там бесновался. Он вышел, Роман. Игнатий Тихонович, только уезжайте, уезжайте отсюда поскорее, уезжайте. Вот как Гадаринские, когда были-то, Господи, уйди отсюда, свиньи потонули. Я рассказываю конкретно здесь. Его что наказали? Он милицию вызвал на нас. Ничего, его епископом поставили сейчас, в Рубцовске или где. Вот он, подлинный лих патриархии. Они видят самый ярый такой, негодный. Вот туда его и надо теперь втиснуть. Я написал, в каких деревнях мы были здесь, в Павловске, в Рибрихе и везде попыл гуд. И вызывает милиция, милиция приедет, ничего нету. И все это заснято. Я все это снял на диске и дал архиерею, тогда был здесь Максим Дмитриев-то. Ну посмотри, вызови, давайте примиримся как-то, чтобы этого не было, чтобы они не сдавали. Это сергианство. Это сергианство, сто процентов. Не вжись, крыша не нас. Говорит, ворону глаз не выклюет, и Кобель, говорит, на свой хвост не наложит. Ну разве так можно жить? Мы на их территории, какая твоя территория, люди-то не знают, еще одна только бабушка. А у меня есть Евангелие. Ну покажите, она вытаскивает сонник. А мы даем, Евангелие надо? Евангелие? А я думал, это помянник. Да нет, что надо, отец Роман скажет. Вот паства отца Романа. Он епископ. И слыша это, как ко мне может относиться-то? Он меня не жуя проглотит, но я ему не по зубам. Потому что мы не московская патриархия. Куда зовете? А там мгновенно бы растоптали и распылили, чтобы в двери его стоял и умолял. Дальше. Последний вопрос. О теории чурки топора. Если Господь нам заповедал, что будет отсекать сухие ветви, не делает его автоматически раскольником? Ну я так до конца не понял. Сухие ветки, ну отсекает и дальше что? Ну отсекает не приносящего плода, да. Но здесь-то они говорят о расколе. А раскол кто делает? Зарубежные встретились. Патриархия раскольница, главное. 13 юрисдикций только получилось от зарубежной церкви. А они это все сделали-то. Вот кто раскольники-то. А не тех, которых бросили. Это патриоты, которых волки не могут растерзать. А это раскольники. А которые бросили зарубежные, это наемники. Бросили и к волкам свалились. И сделали, может быть, волками уже. Дальше. Сергей Кузьеванов, Николай Гоголю. Да, рубрика вопросов и ответов действительно полезная. Скайп-беседы, конечно, тоже не нужно забывать. Скайп-беседы хороши своей живостью проповеди. Вопросы же и ответы своим охватом аудитории. Да. За час мы видим не одного, а десятки людей. Однако скайп-беседы теперь названы не систематично. К примеру, я всегда смотрел скайп-беседы. Теперь редко, так как и не поймешь по названию, что это беседа. Юрий Исоболев, судя по роликам, хороший человек. Не урезайте его во внимание, Игнатий Тихонович. Дайте ему исключение полное. Что вы у него отняли время, или что он так негативно отзывается в вашем нововведении. Я за то, чтобы и скайп-беседы вновь стали видны. И вопросы и ответы у рубрика хорошие. Скайп-беседы были легки для поиска, когда назывались удобно. Что это именно беседа и с кем она, а теперь в названии фраза из писания, сходу и не понайдешь. Еще вот как раз работает один. Теперь о Юрии Соболеве, то вы его не поняли. Дело в том, что он много задает вопросов и на все, ну новинки сообщает, я ему отвечал. А сейчас он мне пишет, но я вижу, что я на эти вопросы, на его, здесь отвечаю все до одного. И поэтому ему уже печатать мне, просто и некогда мне. Так что маленечко о Юрии надо другое мнение иметь. Он как раз один из главных помощников. Юрий Соболев, порадовались слова о вас, отца Максима Каскуна. Что касается гонений, то помнится, они уже были на него. Закрыли его передачу несколько лет назад. Чем-то он там тоже не угодил иерархам. В кавычках шофер-дальнобойщик. Посмеялся. Но ведь таки есть. Выгнать и Тихонович именно, что духовный шофер-дальнобойщик. В советское время страну искали в силе. Ныне до Португалии дошли. Чем не дальнобойщик? Апостола Павла без сомнения тоже можно считать дальнобойщиком. Но это я сказал о дальнобойщиках, которые проповедуют. Мне говорят, вы мой духовный отец. В записку идет. Я ваша духовная дочь. В университетах был. Я говорю, я знать не знаю, как родил. Ну и посмеялся. Дальнобойщик едет и останавливается. У него везде дети остаются. И он, радио, дальнобойщик, решил всех детей собрать. К той жене, с которой живет. Что у него получится-то? Вот он и говорит. Ну а вы везде были, везде проповедовали духовные. А этот Максим-то Каскун-то. И он как раз и говорит, что я, говорит, обратился к отца Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст от Игнатия Лапкина. И поэтому я ему как внучатка уже теперь. Дальше. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу. Видео с отцом Каскуном у вас заблокировано. Может быть на время только. Я туда зашел вчера и вышел у него. Оно, если было заблокировано, теперь уже разблокировано. Так. Вот и вчера об этом говорили. Юрий Соболев. В новом ролике вы иронично коснулись вопроса гуруизма. Ситуация. Гура на меня, гуру, гуру, гуру. Воркует вокруг меня недруги-то где-то. Ситуация в нашей духовной жизни в этом плане дикая. Когда вы указываете на Святую Библию, на учение отцов, на каноны и призываете им следовать, то выносится диагноз тоталитарный гуру. А когда некоторые гурьяновы несут от себя тяну, совершенно идущую в разрез со Словом Божиим и здравым смыслом, таких объявляют великими старцами Руси. Абсолютно точно. И Макс тут из Томской епархии у нас был Максим Степаненко. И он говорит, я, говорит, заметил, у них есть, говорит, гуру там в самом деле, говорит. А как? А что, говорит, они считают? У них гуру, говорит, Иоанн Златоуст, но иногда и Иоанн Кронштадтский. Вот и все. У нас два гуру. Блаженно-фифилак, он сказал. Блаженно-фифилак. Да-да-да-да. Дальше. Парадоксальная сама ситуация, потому что причина-то всего ясна. Ваша критика московской патриархии. Это я говорил еще давно, уже лет, наверное, восемь назад Андрей Кураев. Если бы Игнатий не критиковал, к нему отношение было бы другое. Это другой священник там как-то Сергий говорил. Вот и все. Понятно. Но без этого вы не были бы с собой. И еще одно. Об оцифровке ваших проповедей из кассет. Я и ранее вам писал, вопрошал о том. Готов поучаствовать в этом. Минимальная аппаратура для этого есть. Ежели возможно, хотя бы часть кассет переправить мне, а цифрую. Игнатий Тихонович, ибо и сам желаю послушать эти записи, так как имеющиеся проповеди ваши прослушал, а иные и не раз. Ну, не будет. Юрий, я ничего не пошлю. В первую очередь надо приезжать. В одном экземпляре записи я почтой доверю где-то. Это невозможно. И спрашивать не с кого было. Это нет. Надо на месте смотреть, что можно. То есть мои беседы, и тут разбор надо сделать. У меня очень много бесед. Еще в 80-е годы я с магнитофоном ездил по стране. Можно же вот сказать, допустим, запись птиц. Но тогда не было ничего этого. Я сам записывал. Я узнавал, где птицы. Ездил в другую республику. В горах-то мог нащебать. Где угодно. По озерам. Плавать, искать. Записать птиц. Голоса птиц. Понимаете, вот. Я гляжу, как себя птица ведет. Поэтому я строю шалаш. Их в него скрывается с микрофоном. А другие с другого конца подгоняют сюда Иволгу. Чтобы... И остановиться. Ее надо перегонять. Она начинает петь. Опять перегонять. И, наконец, она рядом. Я записываю чистый. Один раз записываю перепелку. Подкрался. Она, ну, как у нас принято считать, что она кричит. Спать пора. Спать пора. Там другие слова можно надумать-то. И она вот выскочила. Даже зашкалила у меня. Это на палочке микрофон. И она выскочила вот на таком расстоянии. Спать. И на меня посмотрела. Чик. Обратно назад. Сидим у отца за столом. Я слышу. Хорошо слышал еще. Трещит. Это кто же что-то такое за... Это, оказывается, жаба. Жаба в арыке. Я ее тоже записал. Пошел. Она... Тили-тили-тили-тили. Как это? Записывал. От разных-разных птиц записывал где-то. Это любовь. Любовь. Люди. Я услышал мировые религии там какие-то. О православии. Профессор Мщедлов. Баптист Митрохин Лев Николаевич. Микрофон. Магнитофон огромный. За спину. И поехал. И записал. Говорю. В литературный институт. Розово записал. У меня прям в руках. Взял микрофон и держал. Боязливый оказался Песков. Василий Михайлович. Вот о зверях. Везде писал. Даже пригрозилось. Еще мне так будете говорить? Я в органы обращусь. Ну, я его все равно уважал. Дальше. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович. Юрий и его супруга благодарны вам за молитву о младенце Ильи и роженице Анны. Все хорошо. Отключен от аппарата. Дышит и живет теперь самостоятельно. Динамика положительная. Угрозы жизни нет. Господу нашему слава. Спаси и сохрани вас Господь. Ну, говорят, вчера там зашел один пятьдесятник. Вот как вы лещите руки, возлагаете? Я говорю, я не возлагаю руки. А как? Я просто молюсь и все. Вот. Ну, вот ответы идут просто. Денис Осипович. Игнатий, я бы хотел узнать ваше мнение и попросить помощи от вас, как опытного воина Христова. В таком вопросе про бесов-демонов. Наверное, правильнее бесов. Дело в том, что со мной происходят такие вещи в детстве. Я видел дома домового. В лет двадцать семь живя с девушкой в съемной квартире, оставшись в квартире один, я уснул. Проснулся я от того, что меня охватил страх. Открыл глаза и увидел над собой черный плотный дым. Рот у меня почему-то был открыт. Я захотел встать, но не мог пошевелиться. Даже не мог проговорить отче наш. Все это происходило в доли секунды. Этот дым стал плавно входить в меня через рот. Придя в себя, я очень забоялся. Рассказал об этом девушке и своей матери. Они покачали головой и сказали, что, наверное, мне привиделось. Ну, что она за девушка? Если она уже с тобой спала, она не девушка, она уже женщина. Как ты жил? Венщина, не венщина? Как жил? Вот то во время блуда он входит. В церкви тут был один Анатолий, все время вот так ухо крестит. Я его пригласил домой. Я говорю, а что с тобой? Бес вошел. А когда во время блуда я вздрогнул, говорит, и понял. Я встречался с учительницей, она кричала. Залезла в шкаф, она любила переодеваться. И он ее там вошел, и она из шкафа не могла вылезти несколько дней. У других она любила что-то там, не знаю. И залезла в подпол с веником. И родственники долго ее нет. Она уже несколько дней в подполе сидит, не может вылезти. Я разговаривал с ними. Грех. Как правило, абсолютно. Хотя у Иоанна Златоуста в первом томе, он говорит о монахе Стагирии, который забесновался. Как его водили к монахам, молитвы, ничто не помогло. И дальше. Спустя пять лет я женился. Жена уехала к матери в гости на неделю. Я решил немного расслабиться в плане алкоголя. И не замечая того, напился. Не говори, что я напился, пьяно, напился там. Расслабиться. Что за слова такие? Что расслаблять-то? И так, жижа одна. Жижа. На утро, проснувшись, пойдя в ванную комнату, я увидел на себе, на руках и на теле, как бы синяки от пальцев и рук. Как будто меня кто-то сильно сжимал. Человеки верующие, прочитав несколько книг святых отцов, я понял, что это проявление бесовское. Но почему именно я? И так явно. Я. Почему я? Это вопрос кролика, как Солженицын говорит. Вот у меня был близкий, знакомый, близкий, друг, в полном большом смысле. Бывший начальник радиостанции Рокоссовского. Прошел всю войну. Был коммунистом. Уверовал. Его приговорили к расстрелу. Устиноп Александр Иванович. Могила его теперь в Минусинске. А жил он в Искитиме. И вот он говорит, только лег спать. Слышу. Дверь открылась, а дверь закрыта. Эта дверь закрыта. Он молитвенник. Шлепает ногами босыми, видно, босыми ногами. Подходит рядом и взял одеяло. Вот так у меня, говорит, одеяло на мне есть. Он вот так вот взял и душит. Я понял, домовой. Домовой, говорит. Задел, видимо, я, говорит, понял, волосатые руки. Ну, что бы сейчас? Он говорит, я думаю, души, души. Посмотрю, какая у тебя сила. Души. Ну, как святые, когда бесноватого выгоняют. А куда я должен выйти? Он рот раскрыл перед ним, святой. Говорит, лезь в меня. Тот заорал и полетел дальше. А мы во сне. Вот это стаири лежал, в него свинья залезла. Это видел Мотовилов. О, как описывает в житии Серафима Саровского. Форточка открытая. И он видит, туман входит, и в него вошел. Начал бесновать. Он испытал тартар. Гиену, и все. Дальше. Я начал поститься. Решил исповедаться и причаститься. О, вот где корень всего. Значит, что он решил исповедаться и причаститься. Он уже понимает, демон в нем сидит. Что дальше делать? После всего этого таинства на следующее утро я в холодном плато резко просыпаюсь. То есть вот оно, причастие уже. Результат причастия. Частого, неподготовленного. От того, что под одеялом, начиная с ног, начинает что-то ползти. Это была большая, больше, наверное, анаконды, змея. Я ее не видел, но видел, как одеяло огибало ее тело. Она проползла рядом и спустилась в другом углу. Я был в шоке. Ну, вот так. Мне до сих пор страшно это вспоминать. Так, давайте вот книга правил, посмотрите. Это не простая книга правил. Подарочная у меня. Видно или нет? Посмотрите. Я могу просто похвалиться этим. Показать, что Господь любит нас, православных, и дает книгу правил. А вот на этой стороне, видно или нет? Это подарок мне от митрополита. Видно? Да. Ну, прочитай вслух. Все. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину. Да, да, говори так. Даруется сия книга правил ради его миссионерских всесторонних трудов во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Не в патриархию лезьте. Что дальше? Первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви. Кирия Пасха, 1991 год. Я ко всем обращаюсь. У кого есть от митрополита, пусть от другого или там епископа, чтобы книгу правил подарили. А обращаюсь за сто лет, за тысячу лет. Не знает никто. Зачем обманываете себя? Мне она дана. И теперь вот на, прочитай, бесноватые. Беснующиеся, считай слух. А тебе видно, я там делаю? Считай. Беснующиеся. Не должен быть принят в клир. Не допущен молиться с верными. Апостольское 79 правило. Вот так. Не должен. А они бесноватые лезут в священники. Священники. Он беснуется, он сам понимает, что-то со мной не то делается. И особенно, если они близки, как называемым, называемым. Это не миссионерские отделы. Это отдел для бесовщины создали. Дальше. Не очистившийся от нечистого духа может принять святое крещение только в происходе жизни. То есть их крестить нельзя? Тимофея Второе. Да. Но верный, одержимый бесом, ежели нарушает тайны и не хулит, может причащаться по времени, Тимофея Третьих правила. То есть, почему указано слово по времени? По времени. Может быть, один раз в два года, как Златоуз говорит. По времени, а не чаще. По времени. Четыре раза это обычно в России было. Четыре раза в году причащались. Чаще не причащались. Этого не было. Это выдумка поповская, патриархийная. Загнать в беснование людей. Дальше. Третий. Лицемерно беснующихся должно наказывать. Шестой Сицилинский собор, шестьдесятого правила. Бывает, ломается, кричит, там в стеркви бывают крики. Значит, на них накладывайте пятими беснующихся. Как будто он по-настоящему беснуется, и вопросов нет. Дальше. Мне до сих пор страшно это вспоминать. На следующий день я стал грешить. Вот видите как. Теперь он вверху причастился, исповедался, стал грешить. А что придет теперь? Те грехи, в которых я исповедался. Ну, обычно это блуд, или там воровство, матерки, пьянство. То же самое. Но теперь, теперь еще чаще причащайся. Еще больше грех будет. Ну вот, человек исповедуется сегодня. Он пришел. Считает, что я ему могу помочь. Дальше. На следующий год я решил в Великий пост отказаться навсегда от мяса и молочки. Что до сих пор и не употребляю. Стал усиленно молиться. Как-то в пост я увидел видео про Афон. Я так захотел туда попасть, что каждый день просил Богородицу дать мне такой шанс. То есть, ни Библию считать, не знаю, нету. Ни на благовестие пойти, нету. А вот теперь Афон. Теперь Афон ему поможет. Еще одного беса заложит в него. И тут и летом мы поехали с женой в Грецию, на Халкидики. Договорившись с представителем турфирмы. Представитель, договариваясь о посещении Святого Пантелеймона монастыря. Хотя я хотел очень сильно еще попасть в Атапет. Приехав получать визу на Афон, я не обратил даже внимания, в какой монастырь меня поселят. Так как был уверен, что в Пантелеймон. Приехав в Пантелеймон монастырь, при оформлении оказалось, что у меня прописан в Атапет. Я был в шоке. И там в шоке был, и все же шок. Что у него шок? Но меня оставили на один день. Монах сказал, что первый раз такой видит, что у них в журнале записан о визе в Атапет. Кто со мной ехал, сказали, что мне повезло. В ночь я исповедался, на утро причастился. Опять что? Приехал туда, дальше он перечислял свои подвиги, и чаще исповедуйся, чаще причащайся. Это главное безумие в патриархии сегодня. Утром мы поехали в Атапет. На пропускном пункте нас задержали из-за меня. Теперь они не могли понять, меня в журнале нет, а визе прописан в Атапет. В общем, так Богородица устроила, чтобы я попал и туда, и сюда. Откуда ты знаешь про Богородица? Вот эта вот бридняя такая Богородица, она, знаете, может не знает. Все, Богородица, на нее-то теперь все взвалит, как у писятика. Все, Дух Святой. Приехал с Афона в отель, переполненный эмоциями. Я решил это дело отметить. Ну, а как отметить? Ну, выпить. Вот мы, приехал я там, оформлял на дом, и в это время стал говорить о Боге. Тогда гляжу такой представительный русский, русоволосый мужчина, ну, лет 30 представительный такой. Он меня манит с собой. Я вышел, помогите мне. Я говорю, в чем дело? Понимаете, какое дело? Я в баню котел сварил. Ну, и товарищи говорят, давайте обмоем. Я говорю, как, что, он протекал? Да нет, выпивка. Да как котел, выпивка? Ну, вот так. Ну, и дальше я уже не помню, я проснулся, а у меня другая женщина под боком, я не дома лежу. А мы со Светой так хорошо жили. Так у нас дружно было, такая у нас, ну, хорошее у нас отношение-то. Ну, что я, заплакал, говорю-то, пришел к жене, упал в ноги, говорю, прости меня. Она меня простила, она хорошая. Я себе простить не могу, что делать? Вот и все. Вот что это означает, расслабиться. Что означает где-то? Священники раза при этом не знают, где бесы входят. И дальше. Пошли в ресторан с женой, пили вино, потом пошли в другой. Как вдруг погода резко испортилась, поднялся сильный ветер, все начали разбегаться. Мы тоже пошли в отель, легли спать. И вот я просыпаюсь от того, что меня за ногу тянет. Стягивает с кровати черная рука. Она была больше в три раза, чем человеческая, стягивая меня в темноту. Жена как спала, так и спала. Спала. Так и спала. Я заорал, как резанный, выдернув ногу, схватив иконку Иисуса, положил ее рядом. Одел четкий сафона и еле уснул. Понимаете? Ну, а когда грешил, когда пил-то, а чего ты рядом-то иконку-то не держал-то? Да не иконку. Это как оберег, как идол уже стала икона-то. А ты бы к Богу припал. Да открыл ему сердце. Омой меня кровью причистую, текущей не из чаши кровь, а из голгофы. Священники-то всю голгофу перетянули в чашу. И люди понимают, кровь Христа это только здесь. А про голгоф вообще ничего не знают. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. И дальше... Жена говорит, что со мной что-то не то. Не то. Вот такая же и жена. Что не то-то? Ну беснуется. Ну демон же, ясно видно. И еще много по мелочи случаев. Долго писать придется. То есть неоднократно эти разные видения, но это мелочь. Игнатий, простите меня за ошибки. Правда, я тут управлял много ошибок уже. Я не мог не поделиться с вами об этом, потому что меня никто не понимает. Ну хорошо, я его понял очень хорошо. Я отвечаю. А тут и понимать нечего. Синдром, чаще исповедуйся и чаще причащайся. Тут и легион беса под одеяло, и в ноздри, и в рот, и спереди, и сзади. Вот весь ответ. Ну а дальше я объясняю. Тебе... Ну тут один человек попросил меня молиться за него. Больной. Тебе никак нельзя не болеть. Это о тяжести. У таких слонов всегда ноги болят и лопаются от напряжения вены. То есть толстый, лишний вес. Практически у всех таких, и не только. Лишь представлю, что дорогой мне души нет на земле, и никто уже так искренне по нашему общему делу не заговорит с многочисленными расспросами. Опять же по делу, тут мне вовсе пасмурно. Вот так. Для того, ну для чего же и нужен страж, как не для того, чтобы видеть беду и стучаться о том хозяину. То есть я страж, я не знаю это, я молюсь об этом, и помоги этому человеку, Господи Боже мой. Да, ты в моих молитвах всегда и по имени, и по переживанию. Ну вот я сейчас покажу, показал здесь во свете Библии. Вот здесь книжно-православный форум. Слава Иисусу Христу! Видите как? Телефон не успевает включиться, и мы уже поговорили. Вот к истинному православию книга. Заходите на наш сайт. А с сайта на форум, а тут на видеоканал. Тут что у нас есть нигде во всей мировой сети нету. Нету. Аудио, 50 книг, насчитанно моим голосом. Жития святых. Слово сказать, Жития святых, вот, это у нас наш православный видеоканал. Заходите вот на него. Вот как он выглядит. Ну, зарядите просто в Ютубе-то и зайдете. А теперь здесь вот внизу выставляют сейчас Жития святых на каждый день. То есть в 80-е годы я насчитал, теперь они оформляются. Это 1173 ролика может быть. Заходите, познайте Жития святых, возьмите пример для себя. Эти люди не бесновались, они жизнь отдавали. Ну и теперь посмотрим, что у нас, какие были или не были вопросы. Вот сейчас я открываю вопрос. Этот был, был, но ничего тут не было. Более ранее возьмем, считай. Виктор Домбровский, город Полярная Зорь, Мурманская область. Здравствуйте, отче Игнатий. Как можно вступить в вашу общину? А зачем? В нашу общину не вступают. Если бы были рядом, ну разрешили один раз к нам прийти на богослужение, а потом на занятия, а там видно будет. У нас от трех до пяти лет подготовка идет вступить в общину. Дальше. Просто не могу найти в своей жизни ни духовника, ни успокоения своей души. Ищи Христа, ни духовника. Продуховнились. А так я работаю на Кольской атомной станции машинистом. Вот уже 18 лет. Устал я от такой жизни. Вот и пытаюсь что-то поменять. В данный момент заканчиваю четвертый курс ПГУПС. Теперь откройка вот эту. Утром есть молитва такая, послушайте, молитва, как называется она? Как Пресвятой Богородице. Вот послушайте, короткая молитва, у нас дети стараются ее заучить. Я дам комментарий на нее. Здесь все сказано. Пресвятая Владычица Моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего. Смиренного. Значит, чтобы войти в эту молитву, надо быть смиренного и несчастным рабом быть. То есть слушать, что скажет Матерь, говорит Иисус. Она к Иисусу отправляет Матерь. Что Он скажет, то и сделайте. Брак в Канне Галейской. Дальше. Отгони от меня уныние. Уныние. Вот знаете, считаешь там в святых книгах, добротолюбие, пять тому, чего только там не написано никогда. Уныние от чего приходит. У меня своя наработка. Я отвечаю, уныние от плохо сделаны работы. Все. От этого больше ничего. Плохо вставал, плохо читал, плохо молился, плохо работал, плохо относился к жене, к детям. Уныние. Тебя премиальные обошли, развод и прочее. Уныние избавят уныния. Она не избавится от этого. Надо работать в поте лица. Не по мощам ездить-то, не по богородице искать пояса. Не крестные ходы, а идти к бедным, к нуждающимся. Тебе кто нуждается? Умрешь, кто пожалеет, что ты умер? Ох, опять чужая шторка на окне. Теперь я не могу, как Мария Стуруа пишет. Дальше. Забвение. Забвение. Везде жалуется на память. Память отшибает больше всего блуд. Разврат. Проеденные мозги. Блудник скудаумен. Поэтому берегите детей, малых. Чтобы у девочек была стопроцентная девственность до брака, законного, венчанного. И у мальчиков так же. Я видел врачей, которые знают. Вот говорят, рот раскроет, какие у тебя болезни. И болезни считает. И сразу видит мужчина. Мужчина он или парень. Девушка он или женщина. Вот оказывается. Во рту все написано. Там отображается. Я этих людей видел и знаю. Неразумие. Неразумие. А какое оно разумие? То есть как поступать, как отвечать. Дальше. Нерадение. Нерадение. То есть беспечность, как сделать, да неохота, трудная работа. У меня не было в жизни нелюбимой работы. И меня считают самым счастливым. Не просто люди какие-то. Я прихожу в краевой суд. А там представитель краевого суда Пашков сидит. Генерал-майор. Председатель, так сказать, прокурор края. Генерал-лейтенант. Мэр города. Тут все генералы сидят. Там и только о вас рассуждали. Более счастливого человека не знаем. Встретился мне Александр Стручков, шолоховед. И в эфире везде распространял. Я говорю, встретил человека. Более счастливого не знаю. Говорю, а как вы определили? Очень просто. Вы, говорю, делайте, что вам нравится. А я делаю самую грязную работу. Я с цинизатором проработал всю жизнь. Все время. Работаю с самыми падшими, с самыми негодными, заброшенными. Как с ребятишками. В тюрьме 17 лет работаю. По тюрьмам иду. Это мой контингент. Почему? Я сам такой негодный. Негодный. И поэтому с негодными людьми работаю. Дальше. Удали все скверные, лукавые, хульные помыслы. Скверные, лукавые, анекдоты, все помышления. Да где ты очистишься от этого, если не будешь работать? День и ночь надо бодрствовать. Никакой духовник вам не поможет. И Анна Таус говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Ни я, ни Бог тебе не поможет. Повторяй это. Ни Божья Матерь никто не поможет. А ты услышал, написано, не скушай в молитву. Ты о чем молился, начинай это делать. Начинай работать. Не просто наследить где-то, а след оставить в жизни. С полной охапкой прийти сноб был. Вот у меня только за одно, за один вечер сейчас приходит сообщение. Разные-разные люди из наших роликов пришли в православие. Сектанты, католик там и прочее. Это Бог делает. Из окаянного моего сердца и помрощенного ума моего. Окаянный по-разному толкует, но отверженно. Помрощенный ум, это надо сознаться. Людям это трудно сказать. А вы считаете это? Конечно. Помрощаюсь тем, что вижу. Но уныния у меня никогда не было ни одной минуты. Уныние, отчаяние, это рядом. Это петля на шее. Никогда. А говорят, а препятствия какие у вас были? Я препятствий слова вообще не знаю. У меня их нету. То есть я молюсь Богу и знаю, это не препятствие. И вдруг оно уходит. Сламливается. Совершенно о невероятных вещах. Начинаю говорить, молиться. И завтра уже здесь стучится человек в дверь. Я только говорю, еще он уже у дверей стоит. Знать, что такое живой Бог, живая молитва к живому человеку. И погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастье. Сознаться, понять, что какие страсти пылают, и чтобы она помогла Божья Матерь. И избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. Помыслов, воспоминания, крутятся, как избавиться, где был, где гулял, где пил, где спал. Все это в уме. Когда не молится человек, и мыслей, говорит, никаких нет, встанет на мысли. А ураганом думы мои думы. У меня такое стихотворение есть. Думы мои думы. Вереницей. И освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Это молитва к нашей ходатайству рода человеческого при Снадеве Марии, Богородице. Дальше. Алексей Куликов, город Ярославль. Здравствуйте, Игнатий. Вот скажите, нагрешил свое время, развелся? Ну, что это значит? Ну, развелся, нагрешил свое время, то есть блудничал. Женился на другой, и от второй есть дети. Бывшая жена бесчинствует, живет в доме с моей матерью. Молюсь за нее, но она все равно не унимается. Как мне быть? Вот как ему быть теперь? Ну, я считал, у польских там есть, у них интересные вещи, как таких. Его с женой, ну, тебе с ним-то две жены надо посылать, отдельная камера, одна чашка, одна ложка, одна кровать, одно одеяло. И как они поведут? И заключают там на неделю, на две. Ну, а для двоих жен, чтобы в одном доме две тещи жило, с ними вместе, больше ничего не надо. А они его вылечат. Александр Грицай. Благослови вас, Господь Игнатий Тихонович. Как вынятно вы описали о спорте. Приму к делу. Игнатий Тихонович, простите, а как мне к вам обращаться? Я вас называл братом по Христу. А как должен? Я всего лишь прихожан. Я вам отвечаю. Отца мы его звали Тихоном. Вот, Игнатий это означает неизвестный. А с латинского это имя редко переводится с двух языков. Огненный, пламенный, Серафим. А отец Тихон, приносящий счастье. Вот мое, что я это означаю. Дальше. Вероника Романова, город Златоуст. Это наше. У нас священники приехали по Теревку. Она ролик взяла. Беседы со священниками после трапезы о рождении свыше. Простой мужичок с дрязновением получает священнослужителей. Удивительно. Вопросы. Три восклицательные. Приростите меня Христа ради. Может, я чего-то не понимаю. А я вообще думаю, нормально это совершенно. Они слушаются вниманием. Я сижу епископа, одни митрополиты. Там у меня разности никакой нет. Почему? Мы братья во Христе. Мне это дал Бог сказать. Вот ответ кому? На что я даю здесь? На предыдущие, на ее же. Ну, вот они. Возьмите эти места, откройте кому надо. Дальше. Елена Нокс, город Волосово. Игнатий Тихонович, спасибо за наставление. Вдохновляет на новую жизнь. Как бы скачать аудио и видео ваших бесед? С уважением, Елена. Как говорят, чтобы стать христианином, нужно хотя бы раз в жизни увидеть настоящего христианина. И вот повезло. Храни вас Бог. Видите как? Какие отзывы идут. Ну, а тут что-то непонятно. Коротенькое. Дальше. Ярослав Вишневский, Беларусь. Вот так лежат, когда мне очень-очень не нравится. Это уже, я знаю, это будут не друзья. Не напряженность. Даже разговаривать и так неудобство какое. Отец Игнатий, самое главное остаться человеком и с Богом в сердце. А жизнь покажет кем стать. Спасибо вам за все. Извините, пожалуйста, если я на вас наседаю. Прости, Господи, если что не так. Сколько тут ошибок сказано в одном предложении. Ну, нужно встать напряженно. Которые со мной разговаривали по видео, и вот так развалившись. Все сделали с врагами. Вот интересно как. У меня уже опыт есть. Вера Бойков, город Москва. Интересно открыть для себя потерявку. Я никогда раньше не знал. Спасибо вам. Сколько печали у нее написано. Я уже не хочу говорить, но биография уже вырисовывается. Мы были в Беслане. И в библиотеку, когда одна женщина видна красивые черты лица. И у нее там дети были, и они погибли. Понимаете, вот кричащая печаль. Там не будешь не улыбаться, ничего, глядя на нее. Вот. Это у нас что получается? Вот здесь дальше. Сергей Иванов, город Белгород. Здорово. Хорошо, что есть такие люди, как вы. Помощи Божьей вам в таком благом деле. А я вам расскажу о случае, который вчера произошел. Я был на семинаре учителей православной культуры. Женщина, которая была одержима нечистым духом, вошла после курса в повышение квалификации. Они занимались в соседнем зале. Там для них читал лекцию батюшка из нашего преображенского собора. После тех, кто был на курсах, присоединились к нам. Среди них была и она. Выступал благочинный нашего округа. После него выступила еще одна женщина. Было все нормально. Затем стала рассказывать о ведении предметов в школе. Учитель из девятого лицея. Математик, который православную культуру преподает. Бес во время ее выступления стал выкрикивать и женщины на первом ряду. Всем жутко стало. Она кричала страшным голосом. Просто был крик. Еще она шипела, пена шла. Подбежал отец Петр из Шебекино. И стал читать над ней молитвы. Осинить ее крестным знамением. Попытался дать ей поцеловать свой наперстный крест. А она кричала, что нельзя его подносить. Эта женщина на первом ряду сидела, а потом стала кричать. Некоторые люди от страха подскочили. Удивило, что этот человек преподает православную культуру. Хотя понятно, что это было попущено Богом. Почему бес проявился в этот момент? Ведь она ходит на курсы повышения квалификации, которые батюшки ведут. Я видел одержимых бесом на очитке в Курской коренной пустыне. Но на таком мероприятии не ожидал увидеть подобное. Сама эта женщина, как мне потом сказали, из сельской местности. Ей за 30 лет. Собором Архистратика Михаила. Его молитвенного заступления вам. Ну, я что могу сказать. Когда я бываю на таких вот, где-то, мне приходится бывать. И начинаю задавать вопросы, так бесноваться начинают священники. Это самые одержимые демонами люди, которые Писание не знают и нападают на истину. Я задаю простые вопросы. Почему нет эпитемии? Вы губите себя и других. А кто вы такой? А, вы раскольник, псевдоправославный, дальше гуру. И все такое, это бесноватые. Это от них все это идет. Эта женщина часто исповедуется, часто причащается, не готовая. Я исследую это, вижу. Часто исповедуется, часто причащается бесноватые. Потому что без подготовки. А они не готовые. Потому многие больны, немало умирает, Павел говорит. Александр Чеботарев, город Липецк. Что это тут? Величай мча священномученище Данииле. Ага. Название группы. Как вам эта группа ВК? Название группы училища благочестия. Что это такое? Икона, величайня, тропарь. Кто благословил? Написано. Вот это вот. Обративший к многих правде, Данииле, мученище преславник. И воссиявший в Царстве Небеснем, яка звезда. О нас, молися Господу, да пребудем мы с ним вовеки навсегда. Ну, видите, кто это? Это Даниил Сысовик-то. Ну, обращаться я это не писал и не напишу никогда. Зачем? Это 1 Коринф, там 4-5. Прямо говорится. Чтобы не выносили суждения раньше времени. Подоколе не придет Господь. Не судите. А это канонизация, все это обман. Дальше. Что это? Это Александр Чеботарев, город Липецк. Ну, ладно, дальше что я отвечаю? Если я не отвечаю на какие-то сообщения, которые иногда даже и на видео... И не в виде вопроса доходят до меня. То это означает, что ответа может и вообще от меня не быть. Почему? Потому что не считаю этот вопрос и разрешение его от меня как-то зависящим. И чувствую, что тут будет продолжительная канитель. То есть искушение вижу. И не проявляюсь тут никак. Вот так вот. И затем он еще задаст вопрос, еще и конца никакого не будет. Владислав Салимский. Вот видите как вот. Ему по-другому нельзя было сфотографироваться. С колесами. Ну, встань сфотографироваться. Ну, на паспорт ты не будешь так. Это тоже настораживает сразу. Что говорит? Добрый вечер, Игнатий. Простите за беспокойство. Я православный. Но в силу определенных обстоятельств причастился к святых христовых тайн греко-католической церкви города Львов. Видите, а причастие, а причастие. Хотелось бы узнать ваше мнение. Простите еще раз. Какое мое мнение? Ты причастился, а ты отвечаешь. В греко-католической церкви. Я не считаю, что что-то ты сделал плохого. В чем вопрос-то? Если ты... Ну, ты православный, а зачем туда пошел? Тоже вопрос непонятный. Давай. Вопрос ваш, а ответ мой. И он может опять же священникам ох как не понравится. Они замногоняются за моими ответами, чтобы пришпилить меня к себе, гербарить своих тысячелетних жертв. Современные инквизиторы и мертвецы духовные. Я считаю, что вы не виновны в этом деле, ибо там законы священства и дело в вашей совести. Готовы ли вы принять таинство? Только этим и определяется все. Любите ли вы Христа и Его Слово Святое? И живете ли по Его Святым Заповедям? И вы были не у сектантов, а в настоящей Церкви Христовой. Ну, вот это об этом говорится. Валентина Волкова, город Шухлома. Игнатий Тихонович, помогите, пожалуйста, найти объяснение, почему был построен Покровский собор в Вологодской области 22-мя куполами? Почему 22 купола? Ну, почему ко мне-то вопрос? В строительном обращайтесь. Почему 22 купола? А если 23? А я отвечу 22, а завтра 23, 24. Ни одного купола не надо. Ежедневно собирались по домам, и все купола кончились. Вопроса вообще не было. Вы не нужны купола эти. Луковка в виде. Отвечаю. Проходите мимо, не запрокидывая головы. Не будет и такого вопроса. Милые вы мои, да тут же нет никаких канонов. А на сколько выдумки и денег хватило, на сколько и лепят. Ни про какие купола святая Библия не говорит ни слова. А святой Иоанн Златоуст говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Вот я тут стихотворение небольшое свое поместил. Давай, считай. И напротив каждой строчки местописание. Ну, идите где-то в мировой литературе, поэзии, чтобы так было. 9 куплетов. 9 куплетов по 4 строчки. И 36 раз надо открыть Библию. Ой, как красиво, говорят, выглядит. Даже другие начинают сейчас подражать. Но не получается, Библию не знают. Считай. Считай с выражением. Благодатное время, смотрю по утрам. Широкие крылья зари розовеют. Маковка купола. Крест. Непрекаянный храм. Перевалочная база для птиц суховеев. Вот для чего это нужно. На небо смотрю, запрокину свою заземленность. Перо пролетающей птицы нашел возле церкви. Крапива красуется в рост. Крапива красуется в рост у раскидистых кленов. Как будто не люди здесь жили, а черви. Коротикой жизнью они дорожить не умели. Ушли, растворилось небывшее их житие. Проржавленный остров деревни маячут на мели. На мели. На мели. Весели молекул российских, безмерное их питье. Божественным чудом природы девиться не стали. Хотя по сезонам оно наплывало не тайно. Плодили пропойцы и отступников гнусных каналий. Иуды шептались и правил воинственный Каин. Понятно, конечно, это так не считается. Божественным чудом природы девиться не стали. Хотя по сезонам оно наплывало не тайно. Плодили пропойцы и отступников гнусных каналий. Иуды шептались и правил воинственный Каин. Дмитрий. Дальше. Корабль развернуло у пирса незримым течением. Когда я его восемь Библию мне подарил. Никто из рожденных остаться не может ничейным. Смеется еще грудничком или плачет предсмертно старик. Прогнозы о скорости ветра поророчат. Разорваны в клочья картины лазуревой тучи. Выводит мою биографию. Рожицу корчит. Будильник поутру трясется в падущий. Мое благодатное время. Целую следы. Столкнулся я с ними на черепе страшной голгофы. И храмы не вечны. Истоком уходят потоки воды. Во свете Христовом иной вон фас да и в профиль. Вот и как стихотворение трудно считается. Стихотворение. Дальше. 15-06-0 тысяч... Наша деревня потерявка была стерта в 1972 году. И 20 лет был пустырь. Все с нуля. Школа и храм. Вот видишь какое стихотворение вышло. Вот женщина. Кто она? Елена Безбородова. Город Тула. Дальше. Что она? Больше таких деревень. Спаси Господи. Одна на миллион эта деревня. Прекрасная. Действительно святая. Ответ администратора. 22 купола церкви символизируют 9 глав. Это 9 чинов ангельских. Плюс 13 глав. Иисуса Христа и 12 апостолов. Надо придумать все это. Просчитать значение купола в нашей церкви. Я узнал. Узнал допустим. Узнал. И что дальше? 9 чинов ангельских. И что? Чины ангельские купола. Да что угодно надо назвать. Ложкой черкнул. Ангельские чины. Ну что угодно может. Вот это игра. Никакого отношения ни к писанию. И еще дальше. Женя Матвиенко. Город Кинель. Это наш входной. Заходить на форум. Спасибо вам Игнатий за фильм такой. Очень интересный и познавательный. Иван Ковьюг. Город Шопарка. Украина. Слава Иисусу Христу. Как справа у вас отче? Что такое? Как ваши дела? Во славу Божию. Во славу Божию. Как его звать-то? Иван. Иван. Все нормально. Во славу Божию. Павел Скандаков. Город Оренбург. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посещаю ваш форум. У меня такой вопрос, если можно. Как вы думаете, должен ли православный христианин бороться за свои религиозные права внутри церкви? Спаси Господи. Ну, какие у нас права в церкви? Внутри самой церкви я никогда не боролся и не знаю. Только епископ готовится меня отлучить, а я уже в коридор выхожу. Нигде я подчиняюсь полностью правам. Я имею право заходить в алтарь, как щец, я не захожу. Вот приехал митрополит. Я у него прищищаюсь, он меня прищищает сам. Сам ложечкой прищищает. И просит, скажите проповедь. А другие, которые тут так называемые миссионерские отделы, ну, я их называю кодло патриархи, а они, да это виноват, это сектант, это другое, то есть у них ничего нету, кроме беснования. Это беснующееся кодло. Ответ Ивану из Украины, который. Как справа у вас, как дела ваши спрашивают? Ну, это я ему отвечаю. Вот это прочитайте, и увидите. Второе, критерное, шестая глава. Дальше. Бороться за свои права. Ответ. Бороться за свои права. С этого начинается восхождение или падение. Почему столь разный вектор? Свобода есть основной признак похожести на своего Творца, подобляющий Создателю и Сознеждителю Вселенной. Сохранителю Вселенной. Но свободе и борьбе за свои права нужно учить постоянно. Сознеждитель не понимает. Ну, допустим, Исаак Ньютон переписывается с одним венгром, тоже ученым. Он говорит, ну ладно, закон ваш говорит, вот все это высчитываем. Ну, ведь, ну все как-то тормозятся звезды, ну, как-то уменьшается орбита. Правильно говорит. И поэтому мы должны признать, что есть у космоса щасовщик, который время от времени подводит пружину. Вот так. Вот я отвечаю. Но свободе и борьбе за свои права нужно учить постоянно. Наиглавнейший в этом концовка. И она выражается в сознании себя как личности, ответственной за себя и за окружающие, с чем он соприкасается. Ответ вы сами найдете в том, что говорит нам Святая Библия, вот в этих немногих Божьих словах. Люди приходят не ко мне, вот я ко всем священникам, которые ответы дают. Ну, ответьте по Библии. Людей это шить их к Богу, к Святой Библии, чтобы они потом сами находили-то. Но отвечают на такие простые вопросы, притом неправильно. Вот я буду продвигать, какие места Писания. Смотрите, даже защиты не надо. Вот посмотрите, просчитайте. Это Библия говорится. Дальше. Ну, просто просчитайте, откройте. Дальше. Когда меня судили, я написал вступительное слово перед судом. Что я скажу? В техотворной форме. Я засчитал его. Что мне сказать, когда ударит гонг? Конец суда, запутывание дела. В последнем слове слышал я закон, права дает высказываться смело. Суд не прервет, скажи по существу. Прощальные речи, содрогаясь, скажешь. Тебя не заклюют, как в яркий день сову, где прокурорским дегтем сажей мажут. Издерганы допросами судьи, прицельным, перекрестным и навскидку. Общипаны за следственные дни, творишь одну Иисусову молитву. И в этой речи это знают все. Ушедший суд, твою решая участь, перепомнит тон движения, как сел и дрогнул ты, пожертвовавши случай. А случай был. Не жалости просить у тех, кто в должности своей бессострадания. Не о себе, а деле всей России. О возрождении ее, о созидании. О падших душах и о том, как быть. Вы в тупике и смерть нам угрожает. Как отчего так стали много пить? А в тюрьмах переполнено сажают. Смущает что? А может это речь? Смягчить судью, смиряя прокурора? И срок статьи уже не давит плечи. Я нужен дома, как семье опора. А если все скажу, как говоришь, все вещи так и называя прямо? Что это даст? Статью ухудшишь лишь. А лагерь это не даренный пряник. Пускай уж так по тихому сойдет. Скажу, что понял, каюсь, сожалею. А не привыкли, чтобы речь как мед. Раздражнешь псов, укусят только злее. Да так. Я не сужу, я понимаю. Тепло своей рубашке на плечах. Глаза прикрою и припоминаю. Амфитеатр, огонь в святой в очах. Они на варианты не играли. Их речь шла об одном, о любящем Христе. Их били, жгли и кожу с них сдирали. Оплоть до внутренностей или до костей. Их речь была всесильна и понятна. И жгла сильнее, чем пламя палачей. Львов победили кроткие ягнята, орала исковавшись из мечей. Последний раз их речь текла огнистом. Ответ один. Да, я христианин. И каялись маршалы, министры. На слово истины звучало вдруг. Аминь. Не срок, не смерть им виделось. А рядом. Вот здесь, сейчас, вот в этом самом дне. С Иисусом встреча вечная и от рада. Огонь любви горел сильней в огне. В последнем слове. Пусть этапы муки. Скажу о всем. Пусть срок дадут вдвойне. Что суть земной? Да укрепятся руки. Борьба идей. Здесь все, как на войне. Быть может, правда, суд здесь не прервет. Не прервет. То есть перервет. Не об этом говори. Быть может, правда, суд здесь не прервет. Я им скажу, что так томит нам души. Скажу, что скоро Божий суд придет. Да слышат все имеющие уши. Пойду свободным, отбывая срок. Кровь к христианам есть христианство семя. Я сделал все, что сделать только смог. Да, я готов. Мое настало время. Это я в тюрьме написал 3 апреля. И тут меня через день-два вывезли уже в суд. Евгений Долгаль. Не надо выставлять такие фотографии. Повернитесь лицом, чтобы у вас глаза было видно. Извините, пожалуйста, Игнатий Тихонович. Для нашего молодежного отдела очень надо найти духовного покровителя. Подскажите, пожалуйста, какого святого нам можно взять как духовного покровителя? Молодежный центр «Ковчег». Отдел по делам молодежи Калининградской епархии. Видите, к чему приучили. Вот как есть. Иван Белый, город Санкт-Петербург. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Можно вам задать вопрос как человеку, знающему. А вы считаете украинцев, белорусов, великорусов, единым русским народом? Да. Владислав Сальевский, город Одесса. Спасибо, Господи, отец Игнатий, за образумление. Только мне непонятно, почему меня призывают исповедоваться только за то, что я принял святых христовых тайн в православной греко-католической церкви, а не церкви Московского Патриархата. Ведь, на мой взгляд, один Господь, одна вера, одна церковь, церковь Господня, тело Христово. Видите, как бы я уже ответил. Роман Ращенко, город Донецк. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, через крещение человек становится членом церкви? Именно так. Это 2.38 Деяния Апостолов. Или 2.216 еще. Я отвечаю. Вот здесь биографию, потом заходите на сайт, ну и все остальное. Просто я сейчас протащу. Какое покровительство нужно? Покровительство сатарны Бога вот в этих местах и нигде более. Вот все эти места нужно просчитать. Видите, вот вопрос задал, покровитель ищет. Посмотрите, сколько мест Писания. Вот ответ какой. Теперь дальше я ему говорю. Считай. Готова ли ваша молодежь позаботиться о переходе от смерти в жизнь, получить рождение свыше и жить по повелению и водительству Духа Святого? От смерти в жизнь должна быть проповедь. От смерти в Адаме жизни во Христе. 6.23 послание к римлянам. Если вы напишите на бланке, что во имя такого-то святого и будете считать Иоанна Кронштадтского своим покровителем, то на самом-то деле ничего тут и не будет. А так, детская пустая игра подражания лукавым старшим и священного, даже пусть без звания. Кто дал вам этот пример? Нужно достойно того свято жить и умолять Его быть вам помощником и молитвенником. А будет ли это? И согласится ли он? Надо реально смотреть на это. В одностороннем порядке считать кого-то спонсором и благодетелем и меценатом твоего семейства без его на то согласия, согласитесь, что это глупое достойное смеяние. Если бы был жив Климент Ахрицкий, я бы его попросил быть у руководителя молодежи. У него было в училище 3500 учеников и был богатый опыт в работе с молодыми. Это 27 мая, Климент Епископортийский. По старому стилю, это же Димитрия Ростовского. Кто его знает? Спросите любого священника, только не говорите, скажите, а кто такой Климент Ахрицкий-то? Он охрипнет и ничего не скажет, будет молоть-молоть языком. 3500 учеников. Найдите сейчас, у кого 3500 учеников детей? Вот святые, как их церковь знала. А что может дать Алексей, прозванный Божьим человеком, кроме как научить, как увеличить число разводов? Ну, знаете как, я вот с ним разговариваю, ты, Алеша, женатый мужик-то, у меня завтра день моего святого, причаститься надо. Ну, а ты его житие знаешь, да. Я рад, что во имя святого назван, мужчина идет, разговаривает тоже рядом. Ну, святое, это известно так. А вы биографию-то его знаете? В день свадьбы повенщался и выскочил в окно, может быть. И она всю жизнь сидела теперь у окна, его ждала, и мать, и вся страна. Он устроил-то что-то, даже садизмом нельзя назвать. Вот у вас дочь есть? Да, есть. А вы чтите Алексея? Да. Ну, вот к вам взять сейчас. В дом входят, вы будете жить вместе. И в день свадьбы он повенщался, по-хорошему вашу дочь бросил, и больше никогда не придет. Как так? Ну, это такая его биография. Да я бы его своими руками задушил. Ну, вот и все. Понимаете, какое дело-то? Игра идет, игра. То есть, вот такая игра, что даже сказать нельзя. Иван Белый... Что-то тут такое было. Можно вам задать В. Ничего тут недоконечно. Я ответил ему, где... Ну, вот все, следующее, значит, надо запомнить, что у нас будет. Сегодня уже мы не успеваем. Вот. Ну, все, наверное. Я ничего тут не забыл. Так, подожди-ка. Показать еще надо наш... Вот эта страничка в моем мире. Вот как я здесь есть. Видите, как должно быть? Вот так вот голова. Видно глаза. Ну, и дальше все. Остальное-то нам не нужно. Мне с человеком разговаривать. Ну, можно фотографию такую сделать. Вот у меня, смотрите, вот рядом вот. Какие друзья? Почти все так и есть. Вот остальных я повыкину. Вот голова, вот они, смотрите, рядом. Я могу видеть его глаза. Ну, и, друзья, это у меня сколько? Друзья, 4849. Вот. А было около 10 тысяч. Перебрал все лишнее, выкинул и все. Потому что им еще не надо. Они никогда не участвуют. Даже это. Вот сегодня я новые ролики выставил. Вот вчера... Вот это... Вчера выставил я сколько фотографий здесь? 13. А еще сколько? Еще 16. А еще сколько? Еще 387. Ну, а всего-то сколько у нас фотографий здесь? Чтобы человек мог знать. Ровно 18800 фотографий. Вот. Ну, найдите еще, чтобы своих было 18700. Это говорит о том, что наша жизнь не скучная. А сколько здесь видео стоит? Видео 2347 роликов. Ну, а вот здесь у нас, это около 4-х или больше тысяч роликов. Вот заглоба, что он тут сейчас пишет? Ну, это надо просто увидеть. Это попутно уже последнее. Заглоба зашел. Собрание, день общины. Положительный, неположительный, не знаю. Считай. Бартон Заглоба. Не является ли передачей общин и целых епархий Киевской митрополии? На этом самое я отсюда как раз и взял. Я отсюда его вытащил туда. Хорошо. Еще что пишет кто? Бартон Заглоба. Так. Ну, это он одно и то же, видимо, повторил. Больше ничего нет. Все. Благодарю Никиту. Вот он сидит рядом. Володю, что записал это. И всех, кто к нам приходит. Задавайте вопросы. Вопросы задавайте вот сюда вот. На наш форум. На наш форум. Сами приходите и вставляйте. Здесь. Ну, и здесь будете. И заходите здесь. Везде огромный, огромный. Тут просто склад для всего. И про детские лагеря, как деревню строим. И фильмы какие. И мы раскрасили Гюстава Даре. Вот я ткну, попутно уже показать. Смотрите. Мы впервые раскрасили всего Гюстава Даре. Это лучший иллюстратор Библии. 230 картин. Покажи, где она у нас. Какой у нас новый завет, Никита. Некоторые спрашивают. Посмотри. Лучшее толкование. Где она? Вот здесь. Под этой. Под шторкой. Подними ее. Нету здесь. А куда она ушла? А ты ее вчера поставил на место или куда? Нет, вчера не давали мне ее. Да я даже не знаю. А куда она делась? А вон она там. Ага. Ну ладно, ладно, не надо. А ну-ка подними под шторку. Неужели тут нету? Так давно уже отдали ее. Ну как же нет. Да вот она лежит. Вот еще, Никита. Ты прям рядышком стоял и не увидал. У тебя глаза хорошие. Вот посмотрите. По 752 страницы. Полное толкование Нового Завета с откровением. В одном из зданий впервые за 2000 лет вышло. Не было. Дальше чем отличаются? Закладочки. Смотрите, как изданы книги. Их видели в библиотеке у Путина. Они патриарху подарены. Папа я отвез в Ватикане там был. Вот она. Первый том показывает. И вот они эти картины, раскрашенные нами. Вот даже показать. Вот начинается первая. Христос вот идет. Так это какой том? Третий. А первый том, о, с первого. 230 картин раскрашенные. Вот сотворение мира. Гестава Доре. Видите, как раскрашено? Это сотворение Адама. Изгнание из рая. Везде подпись. Глава, стих, откуда идет. 240. И кроме того, так как здесь я даю 297 комментариев. Комментариев на блаженного Феофилакта. Видите, как это относительно Слова Божия. Выделены жирным места, где говорится о проповеди, необходимости проповеди. Видите, закладочки какие сделаны. Просто показать. Это у нас третий том. В третьем томе еще 230 Гюстава Доре. И еще 10 из классики. Потому что на те, которые я говорю, вот она. Классика какая. Это вот Никола Чудотворец спасает Казнимова. Вот. Явление Христа народу. Вот картина. Христос сидит, Мария у ног его. Еще что здесь. Бояриня Морозова. Гибель Помпея Брюлова. Вот здесь. Великий Пострик. Убийство Иваном Грозным. Сына своего Ивана. Ну и Пасха. Пасхальный ход. То есть об этом вот я говорю по положению церкви. Вот. Пожалуйста. Господь Поза. Это второе издание. Я очень люблю. Многие выписывают. Ну и конечно все кончается. Тираж-то небольшой. Это всего 2000 экземпляров был. Полная стоимость. Вот этого. Без пересылки. 3000 сегодня. Все на этом. С�ир办э. Великbalет川. 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 Великbalет川.